И уже есть конкретные договоренности. Участникам форума удалось решить вопрос о строительстве в Казахстане завода по выпуску макарон из отечественной муки. Подробнее Асель Медиттега. Межрегиональный форум «Содружество между двумя странами» – это первое масштабное мероприятие с участием китайской провинции и руководителей областей и крупных предприятий нашей страны. Как и следует из названия форума, на нем рассматривались инвестиционные возможности каждого региона. К примеру, Костанай, который производит 250 тысяч единиц автомашин. На форуме специалисты этой сферы подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения намечено довести производительность Костанайского машиностроительного завода до 60 тысяч. Дополнительно к выпускаемым сейчас образцам планируется выпускать казахстанский бренд. Также будет уделено особое внимание производству электромобилей. Всего члены казахстанской китайской делегации обсудили около 10 проектов суммарной стоимостью больше миллиарда долларов. Один из проектов – предприятие по производству китайских макаронных изделий, аналогов которому в Казахстане еще нет. Качество казахстанской муки для выпуска такой продукции соответствует. Предприятие планируют построить в течение ближайших двух лет. Решается вопрос о создании завода в первую очередь вблизи Астаны. Далее мы сейчас прорабатываем вопросы создания такого завода или в Кустанайской, североказахстанской области, там где у нас зерносеющий регион. Кроме того, в ближайшие три месяца будет создан совместный инвестиционный фонд. Он будет полностью заниматься финансированием казахстанских предприятий. Порядка 250 миллионов долларов в первом раунде открытия этого фонда. Новые технологии, компании, которые будут приобретаться фондом, они будут расширять свой бизнес на Казахстан. Новые технологии в области электронной коммерции, новой технологии в области логистики. На Нин мегаполис населением больше шести миллионов жителей с развитой инфраструктурой, производством и торговлей. И здесь казахстанские специалисты, помимо отечественных товаров, рекламируют возможности программы «Один пояс, один путь» и туристический потенциал наших мест отдыха.